Так, слава Богу, третий урок. История Восточной Церкви. Приветствую всех братьев и сестер, кто подключается сейчас на ютубе, приветствую вас, также комментарии я не читаю сейчас, не имею возможности, потому что с телефона делаю трансляцию, это когда с ноутбука там проще, там видишь, там и можешь тут же, а здесь они появляются и тут же уходят эти комментарии, не видишь. Но обещаюсь прочитать их попозже и ответить, возможно даже отдельно как-то ответить, или же прям там под текстом. Вот и сама тема истории Восточной Церкви, мы остановились на таком периоде, наверное, самом таком драматичном, так сказать, можно, самом драматичном, периоде смешания христианства с язычеством, с оккультизмом даже, с учениями бесовскими. И действительно слова Иисуса, вот эти его притчи, они стали исполняться буквально. Пришел враг, сел семена, плевелы эти, и они стали, значит, расти и даже заглушать доброе семя, Божье Слово. Так все и получалось, друзья. И закваска саддукейская, фарисейская, иродова, вот те три вида закваски, которые мы читаем в Евангелиях, от которой Господь наш, Он просил нас беречься, да, предостерегал, эти три вида закваски, они стали действовать в теле его, в Церкви Божьей, в Царстве его. Действительно стала кваситься церковь. И закваска фарисейская, это закваска религиозного лицемерия, ханжества, религиозной лицемерии. Саддукейская, это религиозно-политическая закваска, закваска иродова, это откровенно политическая закваска. Вот три вида закваски, религиозная, религиозно-политическая и политическая закваска. Вот эти три закваски, они квасили как раз, собственно, Иродова закваска это цезарепопизм, откровенно, если брать, потому что Ирод это царек, который полностью подчинялся Риму и при нем религиозное храмовое служение и все священство фактически было поставлено под власть диктат захватчиков. И садукейская закваска, она как раз, цезарепопийская также, то цезарепопийская, а садукейская папа цесарийская такая. Ну, в принципе, хрен резкий не слаще. Это все как бы одна проблема, только с разными порциями. Вот, и закваска фарисейская это непосредственно лицемерие, потому что Иисус не обличал именно, как правило, вообще не затрагивал вопросы доктринальные. И он не говорил, что неправильно учат эти люди, он даже наоборот говорил, что чему они учат, то так поступайте, но как они делают, так не поступайте. Он обличал именно в лицемерии, именно действительно в том, что учат, а сами не делают. Вот, и ими же своими заповедями, правилами перекрывают как бы божьи заповеди, божье слово. Вот, вот это как раз действительно великое зло. И вот, если говорить о, действительно, о процессе смешания христианства с язычеством, оно происходило на Востоке. Хотя, христианство, если брать исторически западное и восточное, западное несравненно больше, конечно, и влиятельней. Чаще всего было как раз именно западное христианство, и по сей часток. Но, именно вот духовная составляющая, да, всей модели отступнического христианства формировалась именно на Востоке. Именно на Востоке. И вот, я остановился на таком соборе 431 года в городе Эфесе, который можно назвать, действительно, началом периода многовекового, периода Великой Деформации. Вот есть период Великой Реформации, да, восстановление церкви, постепенно, поэтапное. Пять столетий назад началось с Лютера, Кальвина, Цвингли, Аннабаптистов, разных очень реформаторов, с разным пониманием, не соглашающихся друг с другом, спорящих друг с другом. Но их объединяло нечто очень великое. Именно идея реформации, восстановления церкви, тела Христова, возвращения к тому, что мы растеряли. И отказ, больше или меньше отказ от того, что не наше было привнесено к нам, освобождение от этого. Вот, да, конечно, первые реформаторы пять столетий назад, они мало что сделали, по сути, мало что изменили. Но они пошли этой дорогой, задали курс церкви. Это, как бы, знаете ли, как вот корабль плыл в одном направлении, потом вдруг похватились, а курс-то вообще не так проложен. Мы вообще не туда идем, товарищи, надо разворачивать. И вот корабль-то развернулся, но еще далеко было до того, чтобы он вышел на правильный, заданный изначально Богом курс. Но уже было положено начало этого восстановления. Вот, и как я там в столовой про Лютера сказал, что, значит, ну, при всем уважении к его светлой памяти, он человек был действительно великий, кому честь, тому честь. Но при всем уважении к его светлой памяти, знаете ли, как вот говорят, что можно человека из села вывезти, да, но из села из человека не выйдешь. Вот здесь то же самое. Вот, да, значит, это очень сложно. И сам Лютер, он вышел из католицизма, но католицизм из него не вышел. Он, как бы, во многом остался в этой православно-католической системе меросозерцания, антисемитизма, педобаптизма, литургизма, там, там, многих всяких этих измов. Вот, цезарепопизма того же самого, да. Он по-прежнему считал, что именно князья, вот, германские, там, значит, там, другие северные князья, они должны, ну, как бы, вот, по сути, управлять вот церковными всеми вопросами этими. И это была большая беда, но он проложил, положил, как бы, вот, важное начало, вот, процессу реформации. То же самое и Цвингли, и, значит, Кальвин в еще большей степени вот этот цезарепопизм поддерживал. Наверное, из всех реформаторов 16-го столетия, только вот анабаптиста, они, ну, в своем, таком, анархизме больше христианском, они как раз устранились от этих вот идей. Ну, это уже более ближайшая к нам история. А вот та древняя история, чем интересно, что до 431 года, представьте, вот, с самого времени легализации христианства, о вероучениях до того почти ничего неизвестно. Очень мало известно. Мы лишь можем предполагать по материалам вот этих лет, что вероучение больше или меньше в христианстве, разных ветвях христианства тогдашнего, оставалось больше или меньше библейским, больше или меньше евангельским. По крайней мере, когда вот церкви легализовались, то у той части христианства, что легализовалось, у них, да, строились храмы, ну, здания церковные, они не назывались храмами, здания церковные строились. То есть, дома молитвы, как вот сейчас вот у протестантов, они так и назывались дома молитвы или же церковные здания. Они не именовались ни церквями, ни храмами, это потом уже прилепилось такое наименование. Вот. И в этих зданиях церковных, да, не было по-прежнему никаких там изображений. И, кстати, вот еще в этот период, а, даже еще время Миланского Эдикта, в Испании, в Эльвире собирались епископы. Так, какой же это был год? Вот, буквально перед Миланским Эдиктом собирались епископы, в основном испанские, вот нынешняя Испания, Португалия и Юг Франции, вот эта территория, и Марокко, вот эта часть, вот африканская. Они собирались в Эльвире на собор, но такой, полулегальный, то есть даже нелегальный, скажем так. Вот, и они обсуждали разные вопросы, в том числе, допустим, изображения в церквях, можно ли иметь и нужно ли иметь. В частности, там шла речь о даже натюрмортах, пейзажах, или же какие-то аллегорические картинки, допустим, вот, или же знак креста ставить, допустим. Вот, но Эльвирский собор, эти епископы, той части Римской империи, они постановили строго-настрого никакой живописи не допускать. Максимально, даже ни натюрморта, ни пейзажа, чтобы не было развлечений ума, они писали, чтобы было лишь тексты из Писания, а те, кто не могут читать, чтобы они слушали, те, кто грамотен, чтобы они могли прочесть эти тексты из Писания. Даже знак креста, они противились и говорили, не надо, чтобы это не провоцировало людей к идолопоклонству. То есть, они, как бы, довольно очень так вот, четко все прописали, в Эльвире это было. Вот, и испанские епископы, они, да, очень так радикально заявили, что никакой, даже никакого оформления, о чем шла речь, возможно ли допустить оформление какое-то в храме, ну, здание цепонным. Вот, нет, это не наше, заявили они. Кстати, еще до того, помните, я упомянул этого императора Александра Севера, да? 222-й год. 222-й год. 222-й год. Вот, значит, да, значит, и его начало правления. Вот, и, то есть, к тому времени церкви нашей с вами, да, церкви Христа, Божьей церкви, было всего лишь 200 лет, молодая еще церковь, да, сравнительно. Два тысячелетия, а то 200 лет всего. Вот, значит, и интересный есть эпизод, сохранившийся, вот, что Александр, среди прочего, он, чем еще известен, что он захотел иметь изображение Христа. Ну, он, по крайней мере, вызвал к себе епископов, служителей христианских, Рима, и он с ними беседовал на эту тему. И просил их, заявил так, что, раз у вас нет изображений никаких, но, может быть, сохранились какие-то портретные описания, какой был нос, какие глаза, там, значит, волосы, чтобы художники придворные по этим словесным описаниям могли бы составить какой-то, ну, фоторобот, да, вот, то есть, что-то изображение сделать такое, со слов. Но самое интересное, епископы, эти служители, которые были там при дворце допрошены, они заявили так, что никакого описания мы не сохраняли, потому что не хотим знать Христа по плоти. Вот, значит, и что в христианстве, они заявили, что, да, 200 лет церкви уже, но никаких изображений не было и не будет, они заявили, однозначно. Хотя есть мнение, что Александр все-таки сделал изображение Христа, но это в виде раввины со свитками, вот, значит, тоже, значит, и кого он изобразил, с кого он изображал, мы не знаем даже, потому что изображение не сохранилось. Это статуя была сделана, она не сохранилась. Вот, первая попытка сделать изображение Христа, будем так говорить, была сделана, но это было так вот. Если и было это, то это было только лишь вот, при Александре Севере. Через 100 лет было заявлено епископами также, что изображений даже аллегорических нам не надо делать. Вот, в это время, кстати, время Первого Собора, ко времени Первого Собора жил первый историк христианства, такой наш христианский Геродот. Значит, это был Евсевий Кесарийский, архиепископ Кесарий, Кесария Палестинская, их Кесария было много по империи. Это Кесария Палестинская, которая в Израиле. Вот, и он, будучи архиепископом восточный, так вот, Кесарий епископом, он был еще и историком церкви. История тогда была небольшая, но 300 лет все-таки было христианству. И он решил написать такой труд, он написал, так и называется, церковная история, церковная история Евсевия Кесарийского. Вот, правда, историки спорят сегодня, что было подлинным, что было поздними вставками, ну, трудно сейчас сказать вообще. Но сохранилась такая вот интересная вещь. И плюс еще, Евсевик Кесарийский, он имел, не только был первым историком, к нему информация поступала о гонениях, в том числе от братьев, которые сами пережили репрессии, аресты, суды. У него были в распоряжении, после 313 года были архивы открыты, протоколы допросов христиан. У него были возможности уникальные, работать с этими, ну, документальными материалами. Вот, поэтому описания многие, которые есть в его церковной истории, ну, как бы считаются историческими, ну, как бы фактами, изложенными. Вот, и, хотя сами протоколы допросов не сохранились до наших дней, к сожалению. Вот, и, ну, мы знаем из его, вот, этой церковной истории, эти факты. Вот, а также сохранилась его переписка с императрицей Констанцией, с сестрой родной Константина, которая была замужем за Ликини, за восточным императором. Так вот, и то же самое интересное, сама эта женщина, императрица, она, там, в письме просила тоже примерно следующее, что Александр Север просил в свое время. Есть ли где-то, может быть, описания, сохранились ли где-то описания, каким был Христос? Или, может быть, все-таки, какие-то изображения все-таки были в христианстве? Он, как историк, он должен был информацию всю прослеживать. И, как бы, другие писки помогли разным сказать, а это, как бы, человек с документами имеет дело. Вот, и Евсевики Сарийский, ну, где-то примерно между этими годами, в своем письме, письмо сохранилось до наших дней, переписка частично даже издана. Британская библиотека, по-моему, опубликовала, библиотека Конгресса США опубликовала оригиналы. Пожалуйста, есть в интернете, значит, этих писем. Есть переводы этих писем, переписки Евсевики Сарийского. Уникально, потому что это первая история христианства. Вообще, англоязычным христианам больше повезло в этом отношении, потому что на русский язык, на украинский очень мало что переведено, почти ничего. Значит, к сожалению, на английском есть переписки Евсевики Сарийского, полные издания, значит, такой толстый том, такой на английском языке. Тем более, английские издания, чем они уникальны, они бесцензурные. Вот, это очень хорошо, потому что русские издания, если и есть, даже святых отцов, они цензурные. Цензура работала очень жестко, еще при царе-батюшке, и, в общем-то, целой главой не публиковались, даже если из святых отцов будет речь. И плюс еще не только цензурные комитеты работали при царе, а сегодняшнее издание – это переиздание тех вот изданий. Поэтому, если обращаться к источникам, лучше к английским источникам, я рекомендую. Или же, ну, как бы, греческим и прочим, но английским источникам лучше всего, англоязычным. Поэтому в научных серьезных работах всегда ссылки идут на английские источники, на англоязычные, потому что там бесцензурное издание. Вот, то есть, как написано, так и, в общем-то, лишь спор о переводах, может быть, некоторых. И, может быть, но не о самом тексте спорта. Вот, и есть перевод на русский язык из писем Евсевики Сарийского. Пробовал отдельные лишь моменты. Немецкие историки делали публикации еще на немецком языке, есть еще издание, кстати. Вот, на русском языке единственный раз – это было еще до революции, и сразу после революции 1917 года, то есть, сто лет назад. Отдельные фрагменты опубликовал здесь, в Киеве, Михаил Постнов. Историк Михаил Постнов, православный историк, который здесь работал в Киеве перед революцией, сразу после революции. И это профессор кафедры истории христианства, семинария Академии Киевской. Светило с мировым именем. После революции он оказался за границей и умер в изгнании белой эмиграции. Он успел издать незавершенную, правда, работу свою, но «Историю христианской церкви» Михаила Постнова. Это уникальная работа тем, что он православный автор, но впервые публикует, наверное, в последний раз. Больше никто не дерзал такие вещи делать. Многие факты он признает, которые обычно православные историки не признают, или же просто игнорируют. Так вот, в своем письме Евсевике Сарийский он писал следующее, что никаких изображений в христианстве, ни западном, ни восточном, Христа, Иисуса и кого-то еще нет и не было. И он даже пишет «невозможно». Дальше он пишет, что если где-то и есть такие изображения, то это не христианские изображения. В оригинальном письме стоит, буквально с латыни переводят именно как сатанинский обычай. То есть это не просто не христианский, а как сатанинский обычай делать изображение Христа. То есть первого века христианство было, ну как по-нашему, сейчас протестантским можно выразиться. То есть не имело никаких изображений, очень четко выражено было таким евангельским. Вот по практике своей даже, по практике. Вот и также Евсевикий Сарийский пишет императрице, что то, что ты хочешь сделать изображение, это позор, будем так вот, церкви, позор церкви. Вот, значит, и мы знаем точно, что императрица послушалась этого епископа и отказалась от этой идеи делать какие-то фэнтези изображения Христа. Вот, кстати, прошло почти 100 лет, и вот примерно в это время, даже чуть позже, есть первое документальное известие об изображении Христа, сделано на Кипре, было греками, на Кипре, после Второго Собора, где-то 90-е годы уже, самый конец, получается, я точно не помню сейчас дату, самый конец 4-го столетия. Впервые документально известное изображение было сделано на востоке, именно, не на западе, а на востоке, именно, на Кипре. Город Анаблате прославился тем на Кипре, что там было сделано на завесе, в здании церковном, большое изображение Христа. Но епископ, приехавший в этот город, который отвечал за этот остров Кипр, это был Епифаний, кипрский архиепископ, известный служитель того времени, уважаемый святой, он, кстати, до сих пор официально святой, православная католическая церковь. Вот, он это изображение уничтожил, уничтожил на глазах у всей церкви, вот, и произнес проповедь, вот, против идолопоклонства, заявив, что то, что сделали жители Анаблаты, это позор и это повод к идолопоклонству. Вот, и сейчас продаются изображения самого Епифания Кипрского, да, и медальончики, и большие изображения, и фрамы, рисуют его. Но, и свечки ему ставят, не понимая того, что сам Епифаний, он восставал против даже изображения Христа, значит, и уничтожил, был иконоборцем, ярко выраженным, будем так говорить. Первую икону официально сделанную он уничтожил. Вот, это было в самом конце 4-го столетия, то есть, до конца 4-го столетия не было в христианстве, уже некоторые говорят, ну, вот, первые века были гонения, поэтому христиане опасались делать изображение Христа. Хорошо, но было уже целых 100 лет свободной церкви, легальной, тысячи, даже десятки тысяч церквей имели свои здания. Официальная церковь, и примерно столько же десятки тысяч церквей имели неофициальные церкви, ну, негосударственные церкви. Одно время в столице, в Константинополе, даже большинство церквей принадлежало христианам как раз неофициальным даже, то есть, негосударственным, которые строили за свой счет, не за бюджет, за свой счет строили здания свои и имели свои церкви. Но после второго собора все эти здания были, как говорится, отжаты, были забраны. Просто-напросто военной силой приходили спецвоенные подразделения, забирали эти здания, опечатывали, передавали официальной церкви по решению императора с подачи второго вселенского собора. Так было сделано в столице. Сотни храмов в церкви этих были забраны. У одних христиан неофициальных передано официальной церкви. Это исторические факты. Я вам рассказываю сейчас. То есть в столице, в Константинополе большинство храмов церквей христианских относились к неофициальной церкви, не государственной церкви. Это в столице. Это по поводу еще большевиков-меньшевиков. Разные мнения еще есть. Кого же было больше? Да, хорошо. И что еще? Иконоборчество как таковое. Вообще сейчас изображение массы. Даже вот у нас в церкви, допустим, вот одно из изображений, допустим, даже вот здесь на распечатках изображений из интернета. Взяли такой интересный, такой улыбающийся Иисус, там что-то сияющее у него. Опять-таки, это не совсем христианство, даже это совсем не христианство. По сути, это совсем не христианство. Хотя написано «Слава Иисусу Христу», но имеется в виду, что вот нам сейчас как приходится, как мне приходится, допустим, реформировать, да? Смиряться с тем, что я вынужденно использую эти вещи. Как, допустим, ношу эту рясу, да? Ношу этот крестом или панагию. Хотя сам противник являюсь подобного. Ношу звание, да, сам епископа, даже архиепископа, хотя сам являюсь категоричным противником епископского правления, формы правления церкви. Вот, значит, и для меня это, конечно, очень сложно, потому что я даже... Мне проще было бы по-человечески просто снять рясу и стать просто протестантом, прибиться к какой-то протестантской церкви, уже существующей. Зачем велосипед, думаю, изобретать? Но, знаете, есть Божье призвание. Бог призвал меня к тому, что даже мой ум до конца не понимает. Я догадываюсь, все больше и больше догадываюсь, о чем идет речь, но как бы, что Бог хочет сделать за эти годы, кое-что знаю уже. Но до сих пор мне непонятно, почему именно так вот, почему в таком виде. Но одна из Божьих таких, видимо, мудростей, спасать, если возможно, и таким образом людей. По крайней мере для меня свидетельство, что за эти годы, вот эти 20 лет реформаторского такого труда, вот, тысячи и тысячи людей приняли Христа спасителем, освободились от многих заблуждений, ересей. Вот, и это, скажу так, очень задача для меня интересная. Вот, да. Я порой себя тоже со Штилицем вспоминаю. Все. Ассоциирую, да. Которому, может быть, проще было бы снять с себя этот хитиль, знаете ли, и, значит, не кричать там хайгидер, значит, там, значит, а про себя там капут ему там. Вот, значит, понимаете, значит, вот, значит, и, понимаете ли, но, может быть, Бог позволит мне однажды вообще снять это все, и я буду, ну, рад, на самом деле. Вот, быть просто евангельским верующим. Вот, значит, мне даже жена порой говорит, может, пришло время уже, может, оно пришло уже. С ним же раз, я говорю, не спеши, говорю, пока не было сигнала, вперед, батьки, не надо лезть. Значит, ну, одна из задач вот реформации, просвещение, одна из задач важнейших именно просвещения, потому что реформация начинается с информации. Вначале было слово, так устроены мы люди, нужно что-то уразуметь, понять, вот, и я понимаю, что это, даже то, что сейчас там нет, это не наше, это не христианство, на самом деле. Хотя в умах миллионов людей это ассоциируется с христианством. Вот, парадоксально, да? Интересно. Значит, и до 431 года в христианстве официально, легально, может, больше 100 лет существовала легальная официальная церковь, да? Да? Десятки тысяч зданий, храмов, уже назывались храмами, к тому времени они уже церквями, храмами, сами сооружения эти. Вот, но не молился никто, и не на соборов на этих, и не в церквях, не молился никто никому никогда, только лишь молились к Богу. Вот, вопросы были еще молиться к кому-то, там, отец, сын, дух святой, там, или единица, или двоица, или троица, там, разные были мнения. Но никому в голову не приходило молиться Матери Иисуса, апостолам. Даже Константин, допустим, повелев там найти могилы апостолов, ему даже и в голову не приходило молиться, там, или кому-то еще из христиан молиться этим апостолам, или кому-то еще ангелам молиться. То есть, это, скажи об этом кому-то из епископов, на первом соборе, на втором соборе вас посчитали бы, там, каким-то супер еретиком бы, просто-напросто. Вот, значит, и изгнали бы, вообще, скажи, вы никакого христианства отношения не имеете, господа. Вот так сказали бы. Но так было до 431 года. Потом ситуация изменилась, очень-очень радикально, очень резко. Хотя, уже были опасны симптомы этого недуга. Эту болезнь можно назвать одним словом, страшным словом, многобожие. Многобожие. Страшное слово, конечно. Но это опасный недуг, надо знать. Многобожие. Вот, именно на Востоке, именно в Восточной Церкви это зарождалось. Потом это перешло и на Запад. И до сих пор миллионы и миллионы верующих, одурманенные многовековой религиозной ложной пропагандой, живут заложниками этих лжеучений. И даже последствия, как бы, остаточные явления многобожие, они очень четко прослеживаются. И, ну, по сути, больше или меньше во всех протестантских церквях, вот наших именно, особенно тех, кто вышли из православия людей. Это как, это очень ярко выражается в эти, остаточные явления, в образе мышления многобожника, я имею в виду. Образ мышления многобожника. Это очень интересная вещь. Но это отдельная вещь. Вот, но само многобожие выражается в чем? В вере, что есть кто-то, там, дополнительные ходатые, посредники какие-то, да? В вере, что можно кому-то помолиться тому, другому, более сильному, менее сильному. По какому-то вопросу одному, по другому вопросу другому. Сама неправильная вера, она сравнивается в Библии с супружеской неверностью. Почему? Израиль назывался блудницей, когда начинал молиться кому-то еще помимо Господа. Они не забывали никогда евреи Иегову, помнили Бога Авраама, Исаака и Израиля. Но начинали молиться Валом Астартом и напоминали собой блудницу. Потому что, когда, даже неверующие люди порой замечают, что молитва, да, это самое, это нечто интимное, это нечто сокровенное. Когда человек молится, он открывает самое интимное, самое сокровенное в своем сердце. Но когда человек открывает самое интимное, самое сокровенное не для того, для кого это все создано, не для Бога, то это приводит всегда к трагедиям человека, к большим разочарованиям и трагедиям. Это как блуд при любозеянии. Потому что мы созданы действительно Богом и для Бога, для этой любви. И вот эти слова хочу вспомнить из книги Песни Песней, которые в книге Песни Песней, Шир Гаширим, Шир Пене, Шир Гаширим, Песня Песней, Песня Всех Песней, она находится в книге Всех Книг. Потрясающе, да? А в этой Песне Песней, которая в книге Всех Книг, есть стих всех стихов, его так называли в свое время. Перед пришествием Машиаха, перед Рождеством Христа, мудрецы двух разных школ, спорящих между собой, школа Гелеля, школа Шамая, такие ярко выраженные школы, другие школы, были школы, спорящие между собой по разным вопросам, практики, теории. Но самое интересное, не сговариваясь, они пришли к одному и тому же мнению, отвечая на вопрос. Господа, дайте стих из Торы, и вообще из Танаха, из Писания всего нашего еврейского. Тот стих, который как бы открывал все Писание, открывал всю Библию как бы. Золотой стих мы называем, да? Для христиан, мы знаем это Иоанна 3,16 сейчас, да? Но это было еще до написания Нового Завета. И что же мудрецы сказали? Они нашли этот стих в книге, самой странной книге Библии. Даже книга из Филин, не такая странная в этом отношении. Там тоже нет имени Всевышнего, но там хотя бы есть намек на имя Всевышнего. Но в книге Песни песней даже намека нет на имя Всевышнего. Так вот, это книга, рассказывающая о любви мужчины и женщины. Вот, и именно в этой книге нашли стих, который как бы открывает все еврейские писания, всю Библию. И самое интересное, обе школы мудрецов этих, не сговариваясь, нашли один и тот же стих. В этой книге именно. Буквально звучит на иврите так, они, то есть я, да, они, они, ле-до-ди, ве-до-ди-ли. То есть я, синодальный переводчик переводит так, довольно упрощенный перевод, конечно, к сожалению. Я принадлежу моему возлюбленному, возлюбленный мой мне. Тоже красивый перевод, но он не совсем так передает. Ле-до-ди, вот это ве-до-ди передается, что я буквально в нем, а он во мне. Я всецело ему принадлежу, без остатка, он всецело мне без остатка принадлежит. И многое другое еще означает, что вот такое, очень интимное такое, да. И единение возлюбленных. Вот, и самое интересное, что вот этот стих мудрецы посчитали как бы ключевым таким, открывающим все писания. И говорили, даже, кстати, в школе Шамая говорили на эту тему. Вот, в школе не лели обычно яйцо на Пасху, да, вареное. Ну, конечно, не крашенки делали евреи, а просто варили яйцо. Вот, на пасхальный седр кушали, значит. И в школе елели обычно сравнивали с твердым сердцем грешника, в частности, вот, фараона, ожесточенное сердце его. А в школе Шамая по-другому говорили. Расчищали яйцо. И говорят, Шамай, старший, который Шамай, учитель, он разламывал яйцо и показывал. Ну, в крутую варили яйцете, показывал. Смотрите, что внутри. Это желток. А дальше он объяснял. Смотрите, яйцо до варки. Что оно? Ну, ткни его, да, оно и вытечет. Сопли только. Все. Вот такие мы сопливые евреи. И вот, когда мы не проходим этой варки, парки, но когда мы прошли варку, мы уже крутые яйца уже. Мы уже крутые евреи. Очищаешь. Да, уже не просто с крылов по нас держат, а мы уже форму держим. А потом он разламывал, а там желточек. А вот это вот, а это наша старая еврейская мечта. И мы говорили, Шамай, какая же наша старая еврейская мечта? Что Бог был в нас, внутри нас. Вот, и это, конечно, да, потрясающее учение такое. Мне поэтому на пасхальном седере больше нравится натолкование Шамая, использую. В этом году тоже будем как раз пасхальный седер проводить. В этом году 14-й Ниссана попадает на 19-е апреля, полученный раз. И вот с 19-го до 20-го апреля как раз мы проведем седер. Вот ночь бдения, и вот как раз об этом будем рассуждать тоже. Да, позапрошлый год мы там в большой комнате у одного брата в частном доме, матрасы, кстати, там все, одеяло расстелили, возлежали. У азербайджанцев заказали там барашка. Вау, как разница. Да, все, да, мы там не просто символически так, знаете, чтобы потом встать седера с легким чувством голода, а так поели об души, говорили барашка там за ночь до утра. По-настоящему, да, все было у нас, по-взрослому так, да. Вот, значит, и тосты поднимали, и, значит, рассказы были, и свидетельства потрясающие. Вот, и, так вот, возвращаясь снова к тому, это вам не ключи и крашенки, это по-серьезному все. Вот, значит, и, знаете, до 431 года какие события происходили еще? Помните, я сказал, значит, выше, да, что изображений не было, да, но к тому времени из Африки стали приходить первые изображения. Уже после ситуации в Аннаблате, уже не на завесе, а сделаны на досках. Если вы посмотрите фаюмский портрет древнего Египта, да, сравните его с первыми образами ранней Византии, то вы скажете, что это одно и то же почти. Одна и та же технология, горячая инкаустика, значит, восковые краски. Вот, и одни и те же приемы письма, даже такое ощущение, что одна и та же мастерская просто перепрофилировалась. То делали портреты культа мертвых, а здесь перепрофилировались и сделали уже, делали изображение уже Иисуса, ну, потом уже и Марии, потом уже и друзей его апостолов, там, и, а дальше уже, дальше в лес злее партизанам уже, дальше. Там уже пошло-поехало. Вот, значит, и вот то же самое с многобожием. В христианстве молились, в этих десятках тысяч храмов, церквей, молились только лишь к Богу. Но на том же Кипре, кстати, с тем же самым Епифанием Кипрским, официально напоминаю, святым православной католической церкви до сегодняшнего дня, вот, был такой эпизод еще, интересный очень, вот, что приехали африканские вот эти вот гости и пытались, ну, совратить, как бы, местных киприотов, вот, именно в многобожие. Они стали объяснять им, что, мол, так и так, мол, в пустыне где-то там старцы, значит, осознали, получили откровение, как бы, что Иисус Христос, посредник, ходатай, это хорошо, это замечательно, но это не все, далеко не все. Они предположили, что есть еще и другие ходатай-посредники, а именно его мама, все-таки, ну, ближайшая родственница, как бы, значит, да, значит, и, в общем-то, намек на Богородицы, вот, тех, которые их знали в древности, вот, значит, и плюс еще друзья его апостолы, как бы, тоже, вот, они вот, воссели на престолов своих уже, судить колено Израилево, вот, как бы, и они тоже являются ходатами, посредниками туда, молитвенниками к Богу, и, как бы, есть, они, на чем они основывались, вот эти вот новые учения? Тогда это были новинки совершенно, диковинки такие, для христиан, они резали уши эти слова, но люди многие развесили, уши свои слушали, к сожалению, вот, они основывались на чем? На мистическом опыте, эти монахи в Египте, в частности, в Эфиопии, Сомалии нынешних, проживали там, в Африке, они основывались на том, что тому-то виделся сон, допустим, тому-то виделось видение, тому-то привидение, тот имел, многие из них имели спиритический опыт, мистический спиритический опыт, общение с умершими, вот, вообще, если брать историю восточной церкви, то монашество именно это восточная вещь, потому что на Западе, в то время, в западной части, даже империи, о монахах даже не слышали ничего, фактически, ну, может быть, кроме, там, этого иеронима римского, да и то, он, как бы, римский поскольку-поскольку лишь, он, по сути, всю жизнь прожил там, на Востоке, ну, монашество было на Востоке именно, то есть, по сути, все монашество, оно было на Востоке, это были гностики, гносицизм, школы разных гностиков, которые к тому времени стали, ну, христианскими монахами уже, перепрофилировались. А почему? Потому что к концу 4-го столетия христианство стало добровольно-принудительным. Вот о чем тоже говорили чуть, значит, что действительно христианство стало добровольно-принудительным. Если при Константине оно было еще добровольным, при Константине, при его детях уже добровольно-принудительным, а уже к концу 4-го столетия порой даже и именно принудительным, в самой жесткой форме, вплоть до смертной казни за отказ принять христианство. Даже такие были моменты. То есть, если прилюдно, допустим, кто-то, допустим, отказывался принять христианство, то его могли осудить не только, как прежде, там, прежних императоров на денежный штраф, допустим, или тюрьму, но именно даже на смертную казнь, вот, значит, если он там упирался очень жестко. Поэтому многим евреям до того, которые могли откупиться, допустим, от принятия христианства, платили взятки всякие, то, значит, получается, потом уже даже и деньги не помогали, потому что брали за них очень жестко. Кстати, инквизиция, вопрос тоже был об инквизиции, там столовый поднимался в разговоре в частном. Так вот, мало кто знает, но инквизиция зародилась на востоке, не на западе. Вот, и инквизиция зародилась на востоке, распространялась на востоке, на запад она пришла гораздо позже, в более позднюю эпоху, и на западе инквизиции было гораздо меньшее время, и гораздо меньшее количество жертв было на западе, нежели на востоке. На востоке православная инквизиция была более жесткая, более кровавая. Об этом говорят даже не только исследователи-историки, но даже и современники тех событий, которые тогда не так много людей путешествовало из страны в страну, из континента на континент, но были путешественники, большая часть из них оставляли свои какие-то мемуары, воспоминания, записи. Так вот, все эти свидетельства десятков людей, которые были и на Востоке, и на Западе, и во времена разгула инквизиции в средние века, сравнивали процессы на Востоке и на Западе, которые были, как правило, публичными. Однозначно все заявляли, что методы и процессы сами восточные гораздо более кровавые, гораздо более жесткие. По сравнению с инквизицией восточной, западная, она, как говорится, нервно курит в сторонке. Вот, значит, очень щадящая западная инквизиция. Хотя о западной больше написано, тоже, опять-таки, вот на Западе другое мышление совсем. Там принято все выносить, как бы, да, на обсуждение. На Востоке все принято утаивать, все принято, как бы, закрывать. И есть какое-то такое, не знаю, негласное табу, что ли, на эти темы. Я, когда стал вопросы эти поднимать, допустим, об инквизиции, мне даже священники порой многие, и Московского патриархата, и Киевского патриархата, автокефальной украинской церкви, других разных юрисдикций, порой писали, порой говорили при встречах, что, что ты, мол, говоришь, какая инквизиция у нас, кого мы там полили, какие костры. Когда им факты показываешь, они говорят, ну да, было, ну было, ну что былое поднимать. А потом говорят, меткни его, говорят, вонять не будет, значит, тебе больше всех надо, что ли, вот и прочее. Но на самом деле, значит, даже, но, но, еще одно но. На Западе инквизиция, она вела учет, строгий учет, сколько сожгли, сколько казнили, сколько там, то есть до одного человека подсчитано все. Вот, значит, очень все четко. Сколько было очных казней, сколько было заочных, сколько было публичных, сколько было, все подсчитано. Сколько ведьм сожгли, сколько там на кол посадили, сколько отрубили. То есть, как бы, все, исключение только лишь время реформации, когда религиозных войн. Там учет не велся, фактически. Но, или мало где велся. В Голландии, допустим, испанские конкистадоры, инквизиторы, они там мало учета вели. Писали в целом, в общем, допустим, жителей Роттердама, допустим, и Амстердама почти полностью искоренили. То есть, почти полностью население городов убили. Сколько было убитого, мы не знаем до сих пор. Я был в Амстердаме, в музее инквизиции. Вот, там приводятся очень страшные те цифры. Вот, конечно, там, ну, довольно зрелищно, я скажу так, вот, очень все сделано. Но там, конечно, больше в антирелигиозной пропаганде это все используется. Как у нас был, допустим, музей религии атеизма в СССР, в Казанском соборе, в Ленинграде, на Невском проспекте. Вот, я тогда посещал, вот, в 80-е, начало 80-х годов как раз посещал, значит, неоднократно этот музей. Тогда он был музеем, Казанский собор. Конечно, да, там, как на подростку тоже впечатляло все это, конечно, орудие пыток, как монахи там пытали. Но, в отличие от голландского музея инквизиции, где реальных, вот, того времени, значит, предметов пыток очень мало. В основном реконструкция и рисунки. Музей, который был в Казанском соборе, в отличие, он, значит, представлял собой почти все инструменты были реальные. Взятые с монастырей, московских монастырей, Владимира Суздальских, значит, новгородских, псковских, значит, из, значит, потом восстановленные эти вот камеры, пыточные камеры, дыбы, значит, там, и прочее, которые использовались в православии. В основном это были не реконструкции, за редким исключением. Это были оригинальные вещи, которыми именно реально на них кровь была людей. Вот, значит, и наша инквизиция была очень жесткая. Вот, вот, это вам история Восточной Церкви. Поэтому понимаете, да, что западная история, она более открыта, восточная более закрыта. И еще, наверное, почему? Наверное, западная была бы тоже закрытой, если бы не реформация. Потому что реформаторы в 16-м столетии, многие из-за свободы, такой вдруг обрушившейся на них, на те территории Северной Европы, они стали публиковать воспоминания, стали публиковать материалы. Но часто это было назло католикам, используя в том, чтобы население показать, вот, что происходило, чтобы обнародовать все это, факты эти, вот, открыть. Вот, и, ну, по разным причинам люди свидетельствовали это. Вот, некоторые выжившие в подвалах инквизиции люди свидетельствовали, допустим, вот, о тех пытках, которые они прошли. Вот, и на Востоке, из-за того, что не было реформации, как таковой, такой большой, вся эта информация, она остается сокрытой. Вот, ну, даже, допустим, даже ментальность разная у нас, да, на Западе, допустим, немецко-фашистские, допустим, да, вот эти концлагеря, если брать, то там посчитано, ну, до одного человека, сколько было в печку отправлено, сколько было, значит, там... Бухгалтерия, конечно. Сейчас очень четко, вот, дотошно, до одного человека, значит, истории болезни велись, там, то есть, все было очень четко. Значит, фабрика смерти работала очень так вот, ну, да, классно, как бы, на их уровне. Но наш ГУЛАГ, допустим, да, если брать, значит, коммунистические, да, концлагеря, во-первых, раньше начались раньше, чем немецкие, и позже закончились, и по количеству жертв в разы превосходят коммунистические лагеря смерти немецко-фашистские, и по, значит, ужасам намного более превосходящие, потому что есть свидетельства, были, ну, уже умерших уже людей, ушедших в вечность, которые прошли лагеря как немецко-фашистские, так после них и снова коммунистические, и сравнивали. Допустим, свидетельство одного дедушки было в Орле, значит, который прошел лагеря, три немецко-фашистских лагеря прошел, потом после войны сразу их отправили, значит, без остановки за Урал, значит, в коммунистический лагерь, значит, до самой смерти Сталина был там он. Вот, и он говорит, что то, что видел в одном этом нашем лагере, по ужасам превзошло все три немецко-фашистских вместе взятых. Вот, и немца хотя бы кормили, говорит, здесь был каннибализм, здесь было самоизвращение ужаснейших форм. То есть, он, я уже, ну, старый человек, но уже годы перестройки были, и он плакал, и говорит, что все эти годы я молчал, не мог ни с кем, даже с женой поговорить об этом, потому что, ну, не поверила бы, вот если сказал бы, не поверила бы. Значит, ну, как бы, понимаете ли, как, допустим, КГБ, значит, Казахстана, по поводу концлагеря, вот я вспомнил эпизод такой тоже, значит, между Астаной и Карагандой, я был там, на этих территориях, там было несколько лагерей смерти. Фабрика смерти работала 30-е, 40-е, 50-е годы, работала вовсю, там Бухенвальд отдыхает. Вот, значит, и официально там погибло немного людей. По данным КГБ Казахстана, около 50 тысяч, по-моему, человек было. О, ничего, много. Немного. Ну, сравнительно с тем, что на самом деле погибло там. Так вот, когда после падения Союза, когда делали вот эти аэросъемки этих территорий, этих вот оврагов, яров этих засыпанных телами и потом землей, то делали просчеты, сколько же там захоронено. Больше полмиллиона лежат вот в этих вот оврагах. Вот, значит, данные лишь о 50 тысячах нашли. Я не знаю, как они исходили, с чего исходили, но каким-то образом проверяют примерно количество людей, которые там были захоронены. Там одна стена плача, ее называют так вот, это стена плача в Казахстане, она сохранилась от одного из концлагерей, значит, и, в общем-то, жуткое зрелище. Я там молился, вот возле этой стены. Там эта стена еще сохранилась. Почему? Потому что она большей частью сейчас принадлежит воинской части, там, казахстанской, и поэтому она сохранилась. Остальные все просто снесли. Но часть, она находится вне воинской части, туда можно подъезжать, там молиться, цветы многие возлагают. Это одна из этих стен, сохранившихся. А остальные все снесли там в 90-е годы. К сожалению, ничего не оставили фактически. Только лишь оставились, ну, едешь и в степи видно, что вот очертания, где были примерно эти стены, где были вышки, там, ну, кое-что осталось. А так все перепахали, как бы, значит, и следы все истребили. К сожалению, надо было бы оставить, чтобы людей туда водить, чтобы показывать, что это не должно повториться. Вот в чем дело. Как сделали немцы, как сделали в Европе поляки. Вот, и, ну, эта история уже такая более поздняя. Но, ладно, дойдем до этого еще. Вот, и, знаете, я почему еще молился возле этой стены, и особенно Бога пережил, очень сильно Бога пережил там. Дело в том, что мой родной дедушка по папиной линии, он, у меня был еще русский дедушка, еще, вот, родной дедушка, еврей, он, значит, был чекистом, чекистом, и, в общем-то, полковник НКВД, еще до войны сделал карьеру в 30-е годы, и, насколько я знаю, он к стенке сам не ставил никого, но, насколько я знаю, опять-таки, со слов бабушки. Но, значит, сидя в кабинете, можно сделать зла не меньше, чем с револьвером там в руках. И официально его должность послевоенной была очень такая мирная даже, он был управляющим Рижским банком, был, значит, и финансист был вообще по жизни он. Вот, и после войны просто Второй мировой там, ну, страшные злодеяния были, насколько я знаю. Я в Риге был, был в музее оккупации, нашел, даже кабинет своего дедушки, нашел там, значит, списки эти, вот, и там даже на радио выступал рижском, значит, с переводом на латвический язык, значит, как раз и я каялся за дедушку и просил прощения, вот, у дышей, значит, потому что то, что сделали там уже оккупанты, это было страшно, конечно. Немецкие фашисты просто цветочки в сравнении с тем, что сделали коммунисты там. Вот, и, значит, я рассказал немного, пару историй из того, что я знал, из уст бабушки, но это было достаточно вот так вот для программы. Там все ревели просто. Одним словом, все, кто в Риге имели вклады в банки, ни один не вышел. Ни один не вышел. Даже если это буквально пару долларов, неважно. Богатые вкладчики, их даже не вывозили никуда. Их просто вывозили за город и вместе с женами, детьми, даже грудными детьми там. Вот, а те, кто имели небольшие вклады, их всех в вагоны, вот, как сход, и в Казахстан без еды, без воды. Когда привозили в Казахстан, то в каждом вагоне были горы трупов, потому что люди умирали от безбоживания, от голода, ужаса. Некоторые с собой кончали. Вот, но те, кто выживал, потом завидовали умершим, потому что был ужас, на самом деле. Никто из них не вернулся. Они все умерли там. Вот, и, то есть, никаких претензий по вкладам не было в Рижском банке. Все вкладчики были мертвы. И все перешло в резерв Компартии. Все полностью перешло в Москву. Все эти деньги Рижского банка, золото, все, что даже немцы отступали, ничего не тронули. Все это полностью коммунисты захватили. Вот, значит, и расправлялись очень жестко. Поэтому я говорю, что даже если мой дедушка, он и не стрелял кого-то револьвером, то участвовал в этом геноциде, по сути. Бабушка рассказала, что когда, ну, НКВД заходило сразу после регулярной армии. Вот, когда пришли коммунисты, то сразу пришли и НКВД, значит, и их товарищ по, ну, по службе тоже НКВДист, тоже полковник. Вот, ему понравилась квартира с видом на набережную. Ну, старый, Игорь-то. Вот, и он дал команду. Но мы, говорит, были молодыми еще, и, говорит, она, бабушка, потом рассказала, что даже не придая значения, что это за команда была. Как бы особенно даже и не поняли, что произошло. А потом стало ясно. Просто потом уже прошли некоторые там месяцы, стало ясно. Оказывается, значит, ну, они после этого даже перестали общаться с этим человеком, хотя он был их товарищем до того. Вот, он дал команду, и следующей же ночью, оказывается, приехали туда НКВД, забрали всех, кто в этой квартире жил, стариков, детей, всех там, значит, вывезли за Ригу и там и закопали. Закопали. Вот, многие даже не стреляли, просто удар по голове, вот, и, значит, закапывали. Вот, значит, и детей грудных просто били об машину и бросали труп туда уже. Короче, вот такие описания страшные. Вот, и закапывали, и небольшой ремонт сделали, и уже через несколько дней их товарищ с семьей, женой, с ребенком въехал туда. Герой Советского Союза, он был до самой смерти, он еще на Олимпиаду 80-го года был еще живой еще, потому что в Ригу они приезжали. В Риге мой отец родился, и он, он как рижанин. Вот, и когда приезжали тогда, время Олимпиады, он был еще жив еще, он был почетным городом, почетным жителем города Риги, орденоносец, выступал на всех этих, и всю жизнь прожил в этой квартире, где была семья от латышей, которых просто закопали за городом, и все. Ну, сейчас это то место, где закапывали, сейчас это там обелиск небольшой, там много закопали кого, очень много кого закопали. Ой, вот такая история. Ладно, Восток дело тонкое. Вот, скажу, что я антикоммунист по своим убеждениям именно христианским. Я не против коммунистов самих, я люблю коммунистов, но не люблю сам коммунизм, саму идеологию эту, которая, знаете ли, она уродует людей. Она людей учит ненависти, этой классовой ненависти, на которой все строится, сама идея мировой революции и прочее, прочее, зависти. Вот, но учение коммунизма, оно действительно очень такое серьезное, потому что оно строится, социализм, коммунизм строится на зависти, на борьбе этой классовой. Поэтому с этим бороться можно только лишь, вот действительно, вот христианством, только лишь пробуждением. Слава Богу, друзья, но давайте сделаем перерыв небольшой, да, и продолжим. А как Вы любите это? Люблю как? Благоставляю, молюсь.